Всем привет, друзья! В этом видео я хочу раскрыть очень важную тему, такую как минусы жизни в США. Да, я знаю, что на эту тему уже очень много видео на ютубе, но, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Каждый человек, каждый блогер видит эту ситуацию со своей стороны. И, конечно же, я тоже смотрела подобные видео и замечала, что то, что определенный блогер подает как минус, для меня, допустим, плюс, либо наоборот, очень часто такие были ситуации. Поэтому я хочу раскрыть эту тему исключительно исходя из своего личного опыта, а он у меня все-таки есть. Напомню, что я уже в Америке не первый раз, а я уже здесь жила два года с 2016 по 2018. Тогда я прошла все стадии эмиграции от туристической эйфории, как ее здесь называют, когда ты приезжаешь, и для тебя все как в кино, все весело, новое, интересное, классное. И я действительно тогда чувствовала себя как в игре. Конечно, я сталкивалась с определенными трудностями, но я их воспринимала как челленджи, которые, знаете, вот как выполняешь какую-то задачу, миссию, и идешь на следующий уровень. И это было прикольно. Но спустя год, конечно же, началась уже real life, и я столкнулась с определенными трудностями, сложностями, с неудобствами, со всякими нюансами, которые тоже меня начали не устраивать. И второй год был такой очень дискомфорт, и еще сильнее стала скучать по дому. И в итоге я вернулась в Украину, пожила прекрасно себе в Киеве, развивалась, много путешествовала по миру. И вот спустя пять лет я снова сюда вернулась и уже смотрю на все совсем другими глазами. Во-первых, мне уже есть с чем сравнить, во-вторых, я уже оставила дома розовые очки, уже нету той эйфории, и как-то нет завышенных ожиданий, и я более реалистично на все смотрю и могу как-то более критично оценивать всю ситуацию. Поэтому я подготовила для вас свой список минусов жизни в США. Честно, старалась сделать его максимально не банальным и полезным. В первую очередь для тех, кто планирует сюда переезжать, чтобы вы знали, к чему готовиться. Ну, а тем, кто не планирует, чтобы просто было интересно послушать мою историю, поближе познакомиться со мной, потому что будет очень много историй из жизни. Итак, погнали, ребят. Первый пункт – это бездомные. Да, об этом тоже все, конечно же, говорят. Я думаю, вы много раз слышали. Но, ребят, это не просто слова, и я не могу это не упомянуть, потому что это реально огромная проблема. Честно скажу, что в прошлый раз, когда я сюда приехала, я не обращала вообще на это внимание. Не знаю, или эйфория, или розовые очки, или что это было, но мне, честно, кажется, что ситуация была получше. Плюс я тогда жила в Чикаго, и здесь есть эта проблема, конечно, но она не такая большая, как в Калифорнии, допустим, в которую мы приехали в этот раз. Изначально мы приехали в Сан-Франциско, и я была в ужасе. Я, честно, такого не видела и не ожидала, потому что там это просто катастрофа. Бездомные, сумасшедшие наркоманы абсолютно везде. Когда я готовилась к этому видео, конечно, искала информацию, и официальную статистику я нашла только за 2017 год, и тогда количество бездомных в США насчитывало полмиллиона человек. Но, честно, очевидно, что после пандемии и ситуация очень сильно ухудшилась, и я думаю, что сейчас это количество увеличилось минимум вдвое. Конечно, во время пандемии очень многие, к сожалению, потеряли работу, потеряли жилье, и вот вынуждены были остаться на улице. Для некоторых, я думаю, это все-таки осознанный выбор, потому что, ну, нельзя все списывать на внешние обстоятельства. Плюс в Америке это не то чтобы поощрялось, но на самом деле государство выделяет для таких людей очень даже неплохие пособия. Во всех штатах, конечно, по-разному, но бездомные получают в среднем там 700, 800, 900 долларов, и в принципе это не то чтобы достаточно, но они могут нормально себе позволить и еду какую-то купить, да, и одежду. Если здесь посмотреть на бездомных, то они часто довольно-таки неплохо одеты и в найках, и в небалансах, ну, в общем, даже в фирменной одежде ходят, неплохо выглядят, просто что не ухаживают за собой. Плюс, конечно, это выбор, на что потратить деньги, и очевидно, что когда люди с зависимостью, в основном это наркоманы, их очень много, получают эту сумму, понятно, на что они ее потратят. Ну, не может человек с зависимостью осознанно потратить эти деньги, там, на образование, либо что-то вложить, да, там, выучиться, пойти на работу или еще что-то. Конечно, чаще всего эти деньги тратятся на наркотики, и я реально видела в Сан-Франциско, как люди прямо вот у нас возле дома кололись у меня на глазах, просто сидя на бордюре, они могут спокойно себе там что-то колоть, не знаю, что это, я вообще в этом не разбираюсь далека от этой темы, но, к сожалению, да, это такая большая проблема. Также в Калифорнии много бездомных, потому что это очень теплый штат, и там можно спать на улице, извините, в любое время года, не так холодно, как в Чикаго, тут сильно не поспишь, вот, поэтому бездомные тоже есть, но они чаще всего прячутся, где-то живут там под мостами, в каких-то подвалах, в более теплых местах. Я считаю, что с этой проблемой, определенно, нужно бороться, потому что в той же Калифорнии вернемся огромные налоги, очень дорогой штат, и это есть и причиной, почему люди остаются на улице, да, многие, извините, не вывозят просто там цены на жилье, на продукты и все такое, но, с другой стороны, там живут очень обеспеченные, успешные, да, люди, которые покупают там очень дорогие квартиры, либо снимают очень дорого, в Сан-Франциско можно было квартиру снять там за 10-12 тысяч долларов в центре, там вокруг очень дорогие рестораны, магазины, дорогие жилые комплексы, ну а ты выходишь с дома, и сразу по домам у тебя стоит палатка, либо ходит сумасшедший, и тебе элементарно страшно просто выйти, пройтись в магазин, некомфортно даже там гулять, поэтому на улицах, я заметила, здесь очень-очень мало детей, потому что, когда появляются дети, люди чаще всего переезжают за город, в саборбы, пригород, потому что там более безопасно, так, конечно, с коляской не погуляешь, когда вокруг сумасшедшие наркоманы. Вот такая вот проблема здесь, об этом, конечно, очень долго можно говорить, но нужно с этим бороться. Следующий минус жизни в США, по моему личному мнению, это кредитная система. Да, для многих это плюс, для американцев они прям к этому привыкли, но, во-первых, это противоречит моим личным принципам финансовой грамотности, я вообще против всяких кредитов, займов и всего такого, плюс для нас это вообще как-то непривычно, и я вот как только приехала, я просто не понимала, зачем мне брать кредит, если у меня есть мои личные деньги, мне всего хватает, и я могу себе позволить все, что мне нужно. Но здесь так устроена система, что ты просто обязан, хочешь ты или не хочешь, можешь, не можешь, ты обязан брать кредит и строить себе кредитную историю буквально с первых дней жизни в Америке. И да, для меня это было странно, потому что я вот даже там немного зарабатывала, но получала зарплату, я могла пойти купить продукты, но здесь, чтобы построить кредитную историю, ты обязан покупать продукты, извините, даже там туалетную бумагу в кредит, чтобы потом вовремя его погасить, показать, что ты платежеспособный, порядочный гражданин, дисциплинированный, все делаешь вовремя, тогда твой кредитный рейтинг будет расти, и когда ты захочешь, не знаю, купить себе хорошую машину, либо квартиру, дом, в первую очередь будут смотреть на твой кредитный скорый, если он хороший, то тебе одобрят, если нет, то тебе даже квартиру здесь не сдадут. Я уже рассказывала об этом видео, об аренде жилья в США, кто не смотрел, посмотрите, пожалуйста. Это, конечно, очень странная такая тема, потому что без кредитной истории ты здесь не можешь сделать ничего, а снять квартиру тебе нужно с первых дней, ты приезжаешь, тебе нужно где-то жить, и тебе нужно показать этот кредит скоро, а у тебя его нет, и не скоро он будет, потому что этот рейтинг, этот балл, он нарабатывается, ну, минимум в течение года, минимум. Поэтому они как-то сами себе противоречат, но, ну, лично мне это не очень нравится, потому что ты постоянно под колпаком, у тебя чаще всего нет своих личных денег, ты постоянно живешь в долгу и работаешь на то, чтобы его гасить, отдавать, и если вдруг ты это сделаешь не вовремя, тебя как бы накажут, сразу понизят этот твой рейтинг, и ты сильно постоянно от этого зависишь. Я считаю, что это вот приводит к полной несвободе, несамостоятельности. Но, опять же, для кого-то это, возможно, плюс, для меня лично минус, и я хочу, чтобы тоже это учитывали и были к этому готовы. Следующий такой серьезный и опасный минус жизни в Америке – это преступность. Конечно же, она есть везде, в любой стране и в наших странах тоже, но вот именно здесь, в Америке, она на очень высоком уровне, и здесь на это очень важно обращать внимание, даже при выборе штата, города для жизни и района жилья, потому что очень часто в больших городах есть отдельные преступные районы, все об этом прекрасно знают, есть гетто, об этом знают и государство, и полиция, и там просто, ну, как-то более повышенное к ним внимание, больше охраны. В том же Нью-Йорке мы тоже разговаривали с местными, и они об этом рассказывали, что, да, допустим, там в Нью-Йорке опасный район – это Бронкс, и туда, ну, все нормальные люди просто знают, что туда лучше не ходить. И, да, там больше это контролируется, но чтобы прям сильно с этим боролись, такого нет. Чикаго тоже еще со времен Аль-Капона считается криминальным городом, и до сих пор он входит в тройку самых опасных городов для жизни в США. Честно, в Чикаго я это особо не замечала, если живешь в хорошем районе, в принципе, ты себя более-менее спокойно чувствуешь, но когда я только приехала сюда, я случайно просто по своей какой-то наивности, не знаю, случайно попала в очень опасный район, случайно туда заехала, и тогда там мне было очень страшно, это один из самых страшных дней моей жизни, честно. Я, ну, когда я поняла, где я нахожусь, увидела, что там происходит, и как это все страшно выглядит, действительно, как в кино, реальное гетто, где все не в адеквате, колятся в татуировках, матерятся грязно, ну, в общем, ужасная там обстановочка, ребят. Слава богу, я смогла убежать, и осталась жива-здорова, уехала оттуда. Но в Америке нужно сильно быть внимательным, сразу узнавать районы, в которые нельзя ходить, и не ходить туда, не ездить, не попадать, и тогда, я думаю, что все будет хорошо. Я думаю, что одна из главных причин этого, это то, что во многих штатах легализированы наркотики, марихуана разрешена практически везде, даже здесь, вот в Старбакс, в который я привыкла раньше ходить, ежедневно превратили в магазин марихуаны, где можно купить абсолютно все. И травку тут спокойно курят практически все, на улицах постоянно, везде этот запах, который невозможно ни с чем спутать. Но вот в штате Орегон, допустим, даже разрешили тяжелые наркотики, такие как кокаин, героин, конечно, там в определенных дозировках, но все равно я вообще не понимаю, зачем это делать. Это очень опасно, это действительно вызывает зависимость, и по статистике, по данным, в 2020 году от передозировки в Америке погибло больше 70 тысяч человек. Это, я считаю, ужасно, это страшные цифры, и не знаю я, зачем это разрешать, это опасная вещь. И понятно, что люди здесь на улицах часто ходят не в адеквате, и ты не знаешь, что от них вообще ожидать. Плюс, конечно, что в Чикаго очень много полиции, это, конечно, контролируется, но постоянные сирены здесь, и днем, и ночью я часто от них просыпаюсь, и полиция, и пожарные, и скорые, прям вот постоянно что-то здесь происходит. Вот у нас беспрерывные сирены днем и ночью. Следующий минус – это медицина. Об этом уже тоже очень много всего сказано, снято очень много видео, но действительно, это большая проблема, потому что в Америке практически нет бесплатной медицины, а то, что есть, здесь очень-очень дорого. И когда я приехала в первый раз в Америку, мне сразу же об этом сказали, предупредили, и я просто себе, знаете, сделала такую установку – не болеть, нельзя болеть. И честно вам скажу, те два года, которые я здесь жила, я практически ни разу не болела. Один раз простыла, и то там на три дня полежала и пошла, потому что я вот прям знала, что нельзя ни в коем случае, потому что очень дорого. И я видела случаи, вот, допустим, у нас в салоне красоты, в котором я работала, девочка спешила, прибежала на работу, споскользнулась на ступеньках, упала, ударилась спиной, головой, и все как бы испугались, и хозяйка сразу начала вызывать скорую, она плакала, кричала, она тоже эмигрантка, чтобы не вызывали, просила, но все испугали, что у нее какие-то, ну, что, не знаю, спина там сломалась, позвоночник. Вызвали скорую, и потом этой девочке пришел очень большой счет просто за вызов скорой, за то, что ей там оказали первую медицинскую помощь, что-то около пяти тысяч долларов. Честно, это, конечно, очень странно, как оно там все происходит, потому что много списывается, что-то полностью даже у некоторых, некоторым прощаются там счета на семь-восемь тысяч долларов, что-то страховая на себя берет, но, тем не менее, это очень огромные суммы. И да, в Штатах обязательно нужно иметь медицинскую страховку, за которую люди платят в среднем 300-400 долларов в месяц, там, конечно, очень много нюансов, все зависит, но ты платишь, допустим, 300 долларов в месяц постоянно, и вдруг, когда что-то случается, ты идешь в больницу, и не всегда страховка покрывает все. Чаще всего ты все равно какой-то процент еще, но плачешь. И лично моя история, то, чем я столкнулась в этот раз, я только приехала, у меня нет еще страховки, у меня сильно разболелся зуб, а зубная боль, я думаю, вы знаете, это то, что невозможно перетерпеть как-то. И я обратилась к нашему стоматологу, так как в американскую клинику меня без страховки вообще не взяли, даже не приняли. А я обратилась к нашему стоматологу, и было подозрение, что мне нужно делать зубной канал чистить. И за это все мне загадали около 2000 долларов. Там, конечно, в зависимости от ситуации, от полутора до двух. Ребята, это очень дорого. У нас за эти деньги можно поехать домой, купить билет и сделать все зубы. В такой же ситуации у меня подружка в Вискансине отдала 3000 долларов за канал. Это огромные деньги. Поэтому, если вы планируете переезд, обязательно проверьте здоровье, сдайте все возможные анализы, почините зубы. В общем, подготовьтесь серьезно к этому вопросу, потому что здесь, если что-то случится, то вы очень дорого заплатите. Следующий минус такой тоже популярный, о котором все говорят, но это налоги. Если честно, я здесь уже вот в сумме третий год живу, и никак не могу к этому привыкнуть. Налоги здесь не включены в стоимость, и ты никогда не знаешь, сколько ты заплачешь. Да, этот сейлс-такс зависит тоже от штата к штату. Допустим, в Чикаго, где я сейчас живу, в 2023 году установили этот сейлс-такс 10.25. То есть, если я покупаю что-то, беру с полки какой-то товар за 10 долларов, то в итоге я заплачу за него 11, там, с копеечкой. Да, или если я покупаю что-то за 1000 долларов, допустим, не знаю, новый айфон, то я заплачу не 1000, а 1100. Поэтому это первое время так очень сильно как-то удивляет, потому что ты идешь, допустим, если приехал только и с кэшем идешь, нету, типа, карточки. Я брала с собой определенную сумму, я знаю, что что-то стоит 20 долларов. Я уже подготовила на кассе эти 20 долларов, и мне чаще всего, вот, никогда не получалось, чтобы меньше, а чаще всего не хватает, и приходится где-то там еще искать дополнительные доллары и какую-то мелочь. То есть это тоже надо учитывать, высчитывать, и если вы хотите здесь жить, то просто это принять. Следующий минус – это обязательные чаевые везде, и, соответственно, плохой сервис. Я решила объединить эти два минуса в один, потому что они взаимосвязаны очень тесно, так как действительно в Штатах очень сильно развита культура чаевых, и когда я приехала сюда в 2016 году, меня это очень удивило, плюс я пошла работать изначально мастером маникюра, и меня сильно удивили чаевые на маникюре, у нас тогда это еще не было популярно, чтобы в салонах отдавали чаевые, но там они прям обязательные, и тогда было минимально, вот мы даже, когда рассчитывали людей, был такой экранчик, и там можно было выбрать 10, 15 и 20 процентов, тогда был минимум 10, но когда кто-то выбирал 10, это уже, знаете, так девчонки считали, что, ой, все, это, грубо говоря, называли людей там жадными, и не хотели больше брать даже этого клиента, это было как оскорбление. В ресторанах то же самое, официанты очень многие прям живут за счет чаевых, потому что зарплаты у официантов ставки невысокие, а основной доход у них идет с чаевых, которые они получают каждый день, и это очень сильно разбаловало людей, потому что они особо и не стараются, и, честно, сервис тут реально не очень, официанты не сильно приветливые, не сильно улыбаются, потому что они знают, что они в любом случае получат деньги, и получат еще чаевые, и получат благодарность за это, поэтому они даже не стараются, и тогда, я помню, в 16 году минимум был 10 процентов, ну, в среднем оставляли где-то 15, сейчас уже выросло до 18 процентов, во многих ресторанах эти 18 процентов уже включены в счет, что очень обидно, потому что тебе, может быть, вообще не понравилось ни кухня, ни обслуживание, ничего, но с тебя уже содрали эти чаевые, это еще плюс к налогу, который, да, ты идешь в ресторан с определенной суммой и рассчитываешь, допустим, поужинать на 100 долларов, но чаще всего у тебя это не получится, потому что еще тебе добавится куча всяких налогов разных, там, налог штата, налог на, не знаю, алкоголь, еще что-то, и плюс еще могут включить чаевые, а ты можешь не заметить, и еще сверху дать, у тебя потребуют, короче, это такая приличная сумма выходит, которую тоже надо это учитывать, все эти проценты, мне кажется, это не очень честно, но получается в Штатах, если ты хочешь выглядеть, не знаю, приличным, хорошим, добрым человеком, то ты как бы обязана ставить чаевые в любом случае, чтобы не показаться, не знаю, жадным, или непорядочным, или бедным, ну, вот как-то так, странно, и я считаю, что да, благодарность нужна, но не в тех случаях, когда плохо все, и не потому, что так нужно, а потому что вот искренне тебе понравилось, все хорошо обсужили, и ты хочешь отблагодарить, я считаю, что все должно быть по собственному желанию. Еще один очень важный минус, с которым я лично столкнулась с разных сторон, и со стороны человека, который работает в этой сфере, и со стороны клиента, это бьюти-сфера. Я думаю, все слышали, что в Америке она просто ужасная, и если честно, когда я сюда приехала, я просто была в шоке, потому что, когда я жила в Украине, мне казалось, что все самое топовое, все новые там какие-то, не знаю, лаки, продукты, да, в основном все американское, плюс мы всегда смотрели на суперкрасивых голливудских звезд, просто невероятных, и мне казалось, что здесь делают лучшие ногти, лучшие прически, ресницы, всякие уходовые процедуры, что все здесь топ, но нет, ребят, я не знаю, я до сих пор не могу разгадать для себя этот феномен, но это так, здесь ужасно делают ногти, и я, когда первый раз туда приехала, работала мастером маникюра, и училась я в Америке, и получала лицензию я здесь, и я была в ужасе, конечно, от того, что происходит, как это делается, в основном все бьюти-салоны, в основном маникюрные, здесь держат китайцы, маникюр, да, у них в этих салонах, в принципе, дешевый, это был там 15-20 долларов, но он и быстрый, он и длится 15-20 минут, как бы по доллару за минуту, и делают очень некачественно, не тщательно, ну вот, и часто грязно, тоже антисанитария, а я считаю, в этой сфере это очень важно, ну, в общем, был кошмар, и в том салоне, в котором я работала, было всего две девочки из Украины, это я и моя подружка, и мы сильно выделялись, потому что мы все делали очень долго, по сравнению с остальными, и очень тщательно, да, благодаря этому у нас были постоянные клиенты, которые прям сильно ценили это все, ценили наши старания, и видели разницу, но среди мастеров мы были какие-то, знаете, отставшие, потому что все делали на скорость, чтобы быстрее сделать, и быстрее получить чаевые, что вот очень, я считаю, нечестно, конечно, они больше, наверное, зарабатывали, потому что они там обслуживали 5 клиентов, допустим, сейчас, и каждый из них оставлял им чаевые, но я все-таки не могла, так и совесть мне просто не позволяла делать плохо, сейчас в Америке появился такой отдельный вид маникюра, как Russian Manicure, и он так называется не потому, что там работают одни русские, а в основном русскоязычные, и очень много украинок тоже там работает, и белорусок, просто наши мастера, вот с постсоветских стран, наконец-то американцы оценили разницу, поняли, что у нас действительно намного лучше сервис, что наши ногти намного красивее, намного лучше и быстрее все это носится, потому что вот этот американский или китайский маникюр, он вообще отпадает просто на следующий день, и действительно к нам очень часто в салон приходили переделывать, такой Russian Manicure стоит намного дороже, средняя цена сейчас 100 долларов, иногда с каким-то дизайном может быть 120, плюс чаевые, в общем от 100 до 150, это не дешево, но зато ты спокойно можешь ходить около месяца, вот я тоже делаю маникюр здесь в даунтауне, у нашего мастера, у Русланы с Украины, она очень сильно старалась, и я уже реально это плохо, но я уже почти месяц хожу с этими новогодними ногтями, вот, то же самое здесь с волосами, я когда осталась, я решила изменить свою жизнь, и из такого темного цвета, окрашенного, выйти пепельный, тогда было модно амбре, американцы мне испортили просто волосы, мне 5 раз их перепалили, они у меня, грубо говоря, реально отпали, и очень, ну, испортилось качество волос, я много потратила денег на эти окрашивания, которые здесь вообще не дешевые, потом еще больше денег на восстановление, дома я 5 лет восстанавливала волосы, и здесь я тоже сейчас доверяю только нашим мастерам, поэтому такая проблема до сих пор существует, но это большой плюс для наших бьюти мастеров, которые сюда приезжают, сразу могут найти работу, которая, в принципе, достаточно хорошо оплачивается, их труд ценится, наших мастеров здесь ценят и любят, поэтому это плюс, и в любом американском городе уже всегда можно найти русскоязычного мастера, поэтому, когда приезжаете, вы сразу можете там или через знакомых, или на фейсбуке, или в каких-то телеграм-каналах найти наших мастеров, даже некоторые пусть работают на дому, но все равно сделают намного лучше, чем в американском салоне, поэтому будьте осторожны, не экспериментируйте, ищите своих мастеров маникюра, парикмахеров, косметологов, брови, реснички, старайтесь все делать у наших, чтобы ничего вам тут не испортили. Ну что, ребята, вот такой вот у меня получился список минусов жизни в США, конечно, если покопаться, придираться, можно найти намного больше, и это видео будет растянуто часов на пять, наверное, но я считаю, что те моменты, которые я осветила, являются самыми такими важными, на которые нужно обращать внимание при переезде, или даже при подготовке к переезду, чтобы вы знали, что вас ждет, ну и это вообще такие главные моменты, особенности США, которые отличают Америку от наших стран. Ну что, ребята, я надеюсь, что это видео было вам интересным и полезным, и хочу вас попросить, что если вы тоже сейчас живете в США, либо когда-то ранее, тут жили-были, жили-были, то, пожалуйста, напишите еще минусы, которые вы заметили, и давайте вместе дополним этот список. Возможно, напишите тоже плюсы, потому что я хочу еще снять потом такое позитивное видео, не только о минусах говорить, потому что плюсы, конечно, есть, не зря все сюда едут со всего мира, поэтому давайте составим этот список вместе, и если вам понравилось это видео, то поставьте, пожалуйста, ему лайк, подпишитесь на канал, и до встречи в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok